Евгений Лясковский – таксист, за рулем восьмой год. Признается, недавно перешел с бензина на газ. Говорит, так работать гораздо выгоднее. Перешел, потому что цена нереальная на бензин. Процентов на 60 дешевле ездить на газу, чем на бензине, потому что у меня стоит метан. Водители говорят, они знают, что бензин в области очень дорогой. Но заправляться в других регионах не пытались. Чтобы дорога выходила дешевле, стараются перейти на топливо более низкой цены. Уверенный бензин будет дорожать и дальше. Бензин я лично покупал в 95-й, но сейчас на 92-й перешел. Делаю все то же, ешь, заправляюсь, как и заправлялся. Конечно, на газу ездить дешевле, чем на бензине. Экономисты говорят, причин для дороговизны топлива в регионе несколько. Одна из них – Украина своей добычей может обеспечить только 20% потребностей. В Донецкой же области нет даже перерабатывающих заводов. Также высокая цена объясняется спросом. В регионе достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе купить дорогой бензин. Немного приезжих автомобилистов из-за интенсивного обмена товарами с другими областями и странами. Раз есть напряженная ситуация политическая и даже, будем прямо говорить, военная ситуация, в странах, которые являются одним из основных добытчиков нефти в мире, то ожидания вызывают соответствующую реакцию. То есть запастись нужно, а значит сегодня цена повышается. Представители же крупных сетей заправок говорят, они стараются оставлять один уровень стоимости по всей Украине. Высокая же цена объясняется дальностью доставки. Чем больше километров везти, тем бензин дороже. Цена от хранения нефтепродуктов, которые потом поступают на автозаправочные комплексы, от акцизного сбора государственного налога. Поэтому это очень серьезное формирование стоимости, цены. Будет ли повышаться стоимость бензина в регионе в крупных компаниях не говорят. Экономисты же считают, что нынешнее подорожение не последнее. И цена на бензин до осени вырастет обязательно. Санавитер Ингалапикова Роман Фролов, Панорама.